Здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня речь пойдёт не о совсем обычном фонарике, а в таком приборе. В принципе некоторые называют её фонариком, но на самом деле это лазерный дефектоскоп. Некоторые называют его лазерной указкой, некоторые называют ему лазерным фонариком, некоторые называют его визуальным дефектоскоп, Некоторые называют его источником лазерного излучения. По-разному. В интернете вы найдете ему 5-6 названий точно. Для чего он применяется, почему он у меня в руках? Я работаю в телекоммуникационной компании. Недавно у нас вышел из строя дефектоскоп. И мы приобрели себе новый. И я хотел бы вам рассказать, может быть, не всем будет это интересно, но думаю, что к познавательной точке зрения все-таки не закрывайте видео. Посмотрите дальше, вы узнаете что-то новое. Значит, для чего применяется этот прибор? Этот прибор является источником лазерного излучения, причем в видимом спектре. Он работает на длине волны 650 нанометров. Чтобы всем было понятно, он работает как обычная лазерная указка. То есть, когда вы включаете, вот такое пятнышко. Некоторые знают, такие есть лазерные указки, типа брелки на ключах для детей, которые можно там навести на стену, там играть для кошек, собак и так далее. Так вот, принцип тот же самый. Единственное, что в этих указочках маленьких, там источником является светодиод, а здесь кристалл. Значит, мощность излучения в таких указках колеблется от 5 милливатт до 20-30 милливатт, в зависимости от предназначения, например, до расстояния, на которое он предназначен. Но вот конкретно этот прибор у нас имеет мощность света до 20 милливатт и может просветить волокно на расстоянии 12-15, а в некоторых случаях даже до 20 км. В принципе, это очень хороший прибор, а в основные длины, которые у нас там 5-10 км, поэтому мы берем по мощности прибор с запасом. Длина этого прибора 17,5 см. Значит, здесь в этом толстом конце 20 мм, здесь 17 мм. Значит, вес его 117 грамм. В принципе, это по размерам, вот видите, в руке он лежит, как обычный фонарик, носится вот в таком чехле, поставлялся вот в такой коробочке. Страна-изготовитель Китай. Здесь внутри описание на китайском языке. И больше, в принципе, ничего интересного нет. Значит, элементами питания этого фонарика или визуального этого дефектоскопа являются две батарейки АА. Вот они. Значит, здесь ничего сложного, обычный фонарик. Вот. Значит, в этой стороне у нас под крышкой находится коннектор, который предназначен для подключения патч-кордов с диаметром 1,2 и 2,5 мм. Кто имеет отношение к оптоволоконным линиям, знает, какие патч-корды с коннекторами SC, ST, FC. Вот. Их можно, в принципе, подключать без переходника. Вот. SC, он заворачивается просто. Значит, какие меры безопасности? Самое главное, не направлять это лазерное излучение в глаза. Можно повредить сетчатку глаза и остаться слепым. Значит, многие могут сказать, что достаточно рефлектометра для того, чтобы работать с оптоволокном. Ну, вам скажу так, рефлектометр работает на длинах 13,10 и там 15,50 нанометров. В принципе, это невидимый спектр. И для того, чтобы быстро провести инвентаризацию, посмотреть, где там сколы, трещины, достаточно вот такой простой ручки или такого фонарика, который вам легко может показать, вот, даже проверить патч-корд, потому что не все рефлектометры, а конкретно сказать, даже все рефлектометры работают от 100 метров. А чтобы просто элементарно проверить патч-корд на целостность, вам понадобится все-таки вот такой прибор. Работает он очень просто. Вот. Сейчас я сниму коннектор и я вам покажу. Вот, смотрите. Значит, снимаю. Вот такое вот пятнышко. Видите? Моргает на руке. Вот видно, что патч-корд целый. Вот прерывное свечение, вот постоянное свечение. Вот. Если бы были где-то сколы на патч-корде, была бы красная такая подсветка. То есть, видно было бы, что там трещина или скол. Вот, смотрите. Вот так он работает. Вот. Излучение довольно-таки сильное. 20 милливатт. Поэтому, еще раз напоминаю, в глаза направлять ни в коем случае нельзя. Да. Значит, где мы его применяем, еще раз скажу. Значит, ну, обычно со станции, где большая патч-панель, допустим, там 48 волокон или там до 60, ну, обычно 48 волоконные патч-панели, где много муфт. И, допустим, вам надо разобраться, где какое волокно, вы спокойно становитесь на станции, подсвечиваете, и на другом конце оператор или сварщик видит, какое волокно активно, какое надо поставить в работу, какое надо сварить или какое находится в дефекте. Ну, вот, в принципе, вся информация. Кому интересно, задавайте вопросы, пишите комментарии, отвечу, расскажу еще. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Смотрите наши видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok